Я насчет пособия, малоимущая, мать-одиночка. Как получить пособие на детей? Пособие, как малообеспеченное, одинокой матери, подается через портал МОСРЕК, заявление на каждого ребенка. В режиме одного окна. Теперь оформление пособий и услуг социального характера происходит за один визит к специалисту. По словам начальника Щелковского управления социальной защиты населения Жанны Пеняевой, получатели услуг оценили новый формат, который получил название «Социальное казначейство». Сами услуги специалисты теперь оказывают проактивно по факту возникновения у гражданина той или иной жизненной ситуации. Не требуется никуда ходить и ничего заполнять, а в ряде случаев еще и комплексно. В один клик оформляется несколько услуг. Перечень мер соцподдержки постоянно расширяется. С января 2022 года также в рамках социального казначейства уже введены новые услуги, комплексные, такие как «Многодетная семья». Многодетные семьи, подав одно заявление, могут получить сразу несколько услуг. Если ранее им приходилось подавать более шести заявлений для того, чтобы оформить все меры социальной поддержки, то теперь при подаче заявления на удостоверение многодетной семьи им сразу же предлагается в заявлении отметить те меры, которые бы они хотели получать. За один визит многодетные родители оформляют социальную карту жителей Московской области на бесплатный проезд льготы по жилищно-коммунальным услугам, выплаты на школьную форму. С этого года расширился круг целей, на которые можно потратить региональный материнский капитал в 100 тысяч рублей. Это касается пар, у которых родился ребенок до 31 декабря 2016 года, и семей, у которых в 2021-2023 годах появился или появится третий малыш. На сегодняшний день расширили круг возможностей, то есть те семьи, которые имеют четверо детей и более, можно будет потратить материнский капитал на собственные нужды. То есть они могут получить 50 тысяч рублей в 2022 году и в 2023 году. Средствами регионального материнского капитала теперь можно оплатить расходы на прокладку газопровода и покупку оборудования по программе «Социальная газификация». Прием заявлений через областной портал государственных услуг начнется с 1 марта. Теперь о пенсионерах. Им по решению губернатора с этого года увеличен размер ежемесячной региональной доплаты. Другими словами, пенсия в Московской области не может быть меньше 12,5 тысяч рублей. Еще большую надбавку получат одинокие пенсионеры. Принято также решение правительством производить доплату до 17 тысяч рублей одиноким, неработающим пенсионерам старше 65 лет. Те, которые прожили в Московской области 10 лет и более. Эта выплата будет назначаться проактивно, то есть гражданам не нужно писать заявлений, не нужно никуда ходить. Данная выплата будет производиться с 25 февраля, но в феврале люди получат сразу две выплаты – за январь и за февраль. И еще одно нововведение. Теперь получить консультации и оформить социальные услуги можно только в многофункциональных центрах «Мои документы» – в Щелкове на улице Свирская, 2А и во Фрязине по улице Центральной, 12. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера здесь ведут прием специалисты управления соцзащиты. Из-за ковидных ограничений открыта запись на прием по телефону, номера которых указаны на экране. Еще проще получить справочную информацию в чате «Социалка» – телеграм-канал Управления соцзащиты. Если вы уже пользуетесь этим мессенджером, наведите камеру смартфона на QR-код, который вы видите на экране телевизора. В день на канал поступают десятки сообщений. Специалисты успевают ответить на все. Продолжение следует...